Могут ли пользоваться данным видом услуг? И имеют ли они какие-либо льготы, участвуют, что они общественные организации? У нас таких общественных организаций, по-моему, есть 12-16. В данном случае мы утверждаем, что это публичные услуги. Могут ли пользоваться льготами данные общественные организации, которые зафиксированы и зарегистрированы на территорию муниципалитетов, то есть вы приморительны. Не знаю, кому это вопрос. Ольга, я не могу сказать. Секундочку. Ольга Юрьевна, можете отвечать. Да, я отвечаю, конечно. Если эта организация не носит коммерческого характера, тогда возможно. Но хотя мы стараемся обеспечить оплату газетной площади в любом случае при любом обращении в газету. То есть если заказчик платежеспособен, то мы стараемся, чтобы он оплатил газетную площадь. То есть никаких исключений пока на сегодняшний день мы не делаем. Нет исключений. Понятно. Ну вот я в данном случае, да, введу пример. В данном случае муниципе Беллс, в данном случае муниципальный совет, финансирует общественные организации, ну, насколько можно, так удобно. То есть в этом году у нас вводили на 30 тысяч, на 15 или 16 общественных организаций, которые зарегистрированы на муниципе Беллс. Есть ли логика о том, что мы выделяем по 2-3 тысячи или по тысячу рублей общественной организации, далее эта общественная организация для любой публикации, которая будет проводиться в Голосе Беллс, в данном издании, она оплачивает финансовые средства. И что мы делаем? С одного кармана перекладываем в другой карман? Или может быть эти общественные организации предотделить им какую-то ситуацию с этим моментом? Я хочу вам сказать, что если речь идет о деятельности этой общественной организации, то есть о каком-либо мероприятии, о каком-либо событии, которое происходило в этой общественной организации, то, естественно, публикация бесплатная, как социально значимая. Если речь идет об информации коммерческого характера, то есть, может быть, это будут какие-то, ну, не знаю, объявления, либо поздравления с какими-то юбилеями, тогда да, тогда это мы расцениваем как коммерческий характер. А информация о деятельности самой общественной организации исключительно бесконечно. В данном случае, подчеркивайте. А конкретные мероприятия? Нет. Мы финансируем программу по культурной инвестиции Это программа! Это не общественные организации. Ну и что? У нас есть ряд общественных организаций, которые имеют сертификат общественно-полезной деятельности. То есть они не имеют дополнительных средств абсолютно, кроме того, что мы это делаем. Включить для того, чтобы они могли публиковаться без оплаты. Понятно. Значит, включить в перечень тех услуг, которые проводятся в данном издании «Голоса» общественных организаций, приобретает сертификат общественной болезни для того, чтобы они могли издавать и публиковаться. Предложение советников участков заключается в следующем. Включить в устав данного предприятия пункт, что общественные организации, имеющие сертификат общественной полезности, бесплатно могут публиковать свою информацию на странице газет. Правильно? Как правильно? Я формулирую предложение советников. Это не моё предложение. Я спрашиваю, правильно так, Павел Алексеевич? Всё принято. Ещё? Я хочу к этому уточнение. В таком случае у нас общественных организаций, как будет Павел Алексеевич, с таким сертификатом немало. Тогда «Голос Белл» будет весь бесплатно работать. Они там сейчас будут... Может быть, какие-то рамки им ввести? Какие-то размеры там у них есть? Может быть, при утверждении бюджета финансирования следующего года где-то отдельной строкой предусмотреть вот для таких целей в плане финансирования... Да, но в каком-то объёме... Да. Но в каком-то объёме... Да. Понятно. Не, ну видите, у нас есть... Я прошу слова. Секундочку, Лена. Сейчас узнаем. Если он наставит в основном предложении, значит... Даже если он наставит в основном предложении... Ну, хоть внесётся правду. Кстати, но я хочу сказать. Ну, говори. Согласно пункту двадцать двадцатого, буква «Ф» у нас есть что? Муниципальное предприятие предлагает подвержать ценные тарифы на собственную продукцию и на ипотеку. Значит, теперь, на основании данного устава муниципального предприятия нужно разработать свои калькуляции, свои тарифы для того, чтобы не вышла, например, какая-то статья. Теперь общественная организация, не нужно писать в уставе, оно непосредственно приходит к редактору муниципального предприятия и говорит, кто он такой, согласно к калькуляциям и смотрит, и оказывается уже та услуга, что возможно. А, Ильич, зачем мне данный муниципальный ответ на финансирование? Павел Аксеньевич! Понятно! Мы кондируем не газету финансирования, а финансирование, печатаем, честник муниципального совета, информацию официальную, распоряжение и решение совета. Понятно, Ильич, а он у нас сроки решения по решению организациям. Борис Севастьянович! Я нахрен, что вот этот фонд, который Петра Ариэль Магрисовна все получилось, только на завтра перенеслось. У них сегодня нет такой категории Ц1. У них не правда полцей, а Ц1. Но все в силе, но только на завтра. утверждают, что они не предоставлены законы. Поэтому, вот, ошибки не очень важны. И сказки, надо просто сделать. Понятно. Ваши непонятны. Значит, еще предложения слушаю вас. Советник Иеронова. Скажите, вы имеете там имущество, которое дает аренду, да? На каком основании? Вам не нужно в этом случае высказы вносить, что будет деятельность создать аренду? Мы сдаем в аренду помещение. Ну да. Сдаем в аренду только по решению учредителя, то есть по решению Совета. У вас здесь в Устале какие деятельности право отдать в аренду? Он не справа, нет. Он справа. А здесь есть? Есть. Видок есть. Здесь даже в 25-м пункте есть. Видок есть. Секундочку, секундочку. Все понятно. Все понятно.